всем добрый день сегодняшнего дня у вас начинается учебная практика подготовка к практике по скульптурно-здоровительной работе это первая практика длится она одну неделю с 27 по 30 апреля и вторая учебная практика это подготовка к практике в детском саду она будет длиться две недели с 4 по 15 мая сразу же начнется у вас затем педагогическая практика но дистанционно с 18 мая будет идти три недели тоже ежедневно мы с вами будем выходить на платформу в мессенджеры ватсап и зум с нами будет работать преподаватели вернее учителя физической культуры школ и инструкторы по физ воспитанию детских садов давать оценку по отчету практики совместно с с нами будут также и они в основном зависит конечно от них вам нужно будет приготовить два отчета но об этом немного позже сегодня у нас с вами первая тема по практике физкультурно-здоровительной работы в школе тема наше обведение специальность план сегодняшнего занятия первое мы рассмотрим направление физкультурно-здоровительной работы в школу школа второе организация спортивных секций затем специальные медицинские группы президентская многоборья осветим теоретические сведения на уроках физкультуры и система школьных спортивных соревнований основной формой физического воспитания в школе до сих пор является конечно урок но нельзя недооценивать роль вне классной физкультурно-здоровительной и спортивно-массовой работы главной целью этой работы является внедрение физической культуры спорта повседневную жизнь и быть школьником физкультурно-здоровительные мероприятия в школе должны охватывать как можно больше учащихся для этого необходимо планировать всю работу с учетом уровня физического развития детей при организации физкультурно-здоровительной работы в школе работа планируется по следующим направлениям это массовая физическая культура проведение спортивных мероприятий подготовка ученического физкультурного актива и пропаганда и агитация здорового образа жизни планирует свою работу в сотрудничестве с руководством учитель физической культуры в соответствии с планом воспитательной работы школы и классных руководителей осуществляется тесное взаимодействие с внешкольными организациями занимающихся спортивной и оздоровительной работой школе создается ученическая комиссия по спортивным мероприятиям она организует совместно с учителями физического воспитания внутришкольные соревнования помогает организовать работу спортивных секций, оформляет рекорды школы, ведет учет учащихся, выполнивших нормативы спортивной квалификации. Правильная организация работы наиболее полно обеспечивает массовость физической культуры спорта почти все учащиеся в той или иной мере охваченные и внеурочными физкультурными занятиями и оздоровительными мероприятиями. Второе. Внеклассная спортивная массовая работа в школе не может стать полноценной, если не будет сопровождаться системой организации занятий спортивных секций, которые создаются для учащихся, желающих регулярно заниматься тем или иным видом спорта. При создании спортивной секции прежде всего учитываются условия, позволяющие обеспечить их успешную работу, то есть наличие спортивно-материальной базы и, конечно же, высококвалифицированных специалистов. В каждой спортивной секции учащиеся распределяются по возрастным группам, младшая, средняя, старшая. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю, но до того, как начнутся занятия, ученик обязательно должен пройти медицинский осмотр в поликлинике по месту жительства. Отдельной статьей идет физкультурно-оздоровительная работа с медицинскими группами, с детьми, которые относятся по группе здоровья к 2-й и к 3-й. Здесь осуществляется работа индивидуально, ну и, конечно, оно занимает одно из важных мест в осуществлении задач физического воспитания. Президентское многоборье – это огромная работа, реализация задач которой сводится к сдаче контрольных нормативов и зависит, конечно, от эффективности уроков физ. воспитания. Необходимо помнить, что подготовка к сдаче учебных нормативов ведется не только на уроках физкультуры, но и на внеклассных и внешкольных занятиях по различным видам спорта. Существует специальное положение по президентскому многоборью. Президентские тесты проводятся в 4-х, 7-х, 9-х и 11-х классах общеобразовательных школ, на предпоследних курсах лицеев, колледжей и высших учебных заведений и также для работающей молодежи и взрослого населения. К сдаче нормативов президентских тестов допускаются все желающие, имеющие разрешение врача, занимающиеся спортом, организованно или самостоятельно. Различают два вида президентского многоборья. Это летнее многоборье, включающее в себя бег, прыжки, метание, силовую гимнастику, стрельбу, плавание. И зимнее президентское многоборье, где также есть стрельба, силовая гимнастика, разделяющаяся на мужчин и женщин, плавание и лыжные гонки. Для того, чтобы наши ученики были теоретически подкованы, им необходимо дополнительно давать задания, которые относятся к урокам физической культуры. Теоретические сведения формируются по направлениям основ безопасного поведения или основ безопасной жизнедеятельности. Их темы могут быть разнообразными, такими как знания физической культуры и спорта, правила гигиены занятий физическими упражнениями, ознакомление с комплексом учебных нормативов, влияние образа жизни на состояние здоровья, основные методики самостоятельных занятий, олимпийские игры и правила безопасности во время занятий физическими упражнениями. Неклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать полноценной, если не будет сопровождаться системой школьных спортивных соревнований. Их любят учащиеся. Соревнования стимулируют учащихся к систематическим и регулярным занятиям спорта. Также они являются эффективной формой пропаганды физической культуры спорта среди учащихся. Внутришкольные соревнования проводятся по разным видам спорта на протяжении всего учебного года. Они являются составной частью внеклассной спортивно-массовой работы и обогащают высокой заинтересованностью учащихся в необходимости физических, систематических занятий. Для подготовки и проведения Дней здоровья директор школы привлекает весь педагогический коллектив школы во главе с организатором внеклассной и внешкольной работы. В рамках проведения Дней здоровья привлекается родительский комитет и обеспечивается их присутствие на празднике. Конечно, данная работа требует огромного труда педагогического коллектива школы, особенно учителей физической культуры. Поэтому главным направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и других мероприятий должно быть живое заинтересованное участие прежде всего самих школьников. Ее следует систематически направлять и подкреплять внешкольными формами физического воспитания самих учащихся. Вы сейчас прослушали и просмотрели видеозапись презентации, но я специально упустила основные цели и задачи физкультурно-оздоровительной работы, которые Вам нужно будет выделить и написать мне домашнее задание, изучив теоретические основы этой презентации. Спасибо за внимание. Всего доброго.